Я уже покушала и начала собираться потихонечку в Москву. Я налила с собой просто водички, таблетки выпить, и так мне бывает просто хочется воды. И компот я сделала накануне, вот процедила, убрала. И сейчас я буду делать горячие бутерброды, но не простые, а с помощью бутербродицы. Я уже её поставила, она сейчас нагревается, а я тем временем буду делать красоту. Я уже всё нарезала, сейчас покажу. Итак, я беру хлеб. На хлеб я делаю майонез. Как мой муж скажет, куда ты без майонеза? Немножко, не обязательно везде. Кладу колбасу. Я её разрезала для того, чтобы лучше положилось. Вот так. У меня уже практически партия одна готова. Сейчас. Даже многовато можно сделать вот так. Слегка. Это будет вот так. Старались всё убрать побольше. И дальше мы переходим в другую локацию, которая находится рядом. О-о-о-о-оп. Мы уже здесь. Лампочка у нас уже не горит. Так как тут нагрелась бутербродница. Бутербродница старая. Мы её взяли погонять у родителей моих. Когда начали с моим заболеванием ездить в постоянную мазку. И так до сих пор не отдали. У них есть новая, хорошая. А это уже, видите, эмаль вся слетела. Тефаль, эмаль. Не совсем это хорошо. Но за неимением берём такую. По идее, должны быть тостерный хлеб. Квадратики. Но так как тостерного не было. А который был, был дорогой. То вот так. И она всё тут запекается полностью. И получатся такие пирожки. А следующее я уже сделаю по-другому. Ну, это будет вот так. И я немножко нарезала мяско. Которое я купила. Нарезала, потому что если не нарезать, то оно такое тягучее. И это не совсем удобно, когда ешь. Сыра маловато будет. Всё. Бутер наш готов. Ура! Победа, победа, победа. Ещё, а? А этот будет немножко по-другому. Ну, чтобы было интересно. Однажды мой брат родной сказал, когда ещё в школе учился, такую фразу, которая у меня на всю жизнь в голове засела. Я уже жила отдельно. И он как-то приехал ко мне пожить. И он говорит, я понял, почему ты такая толстая. Я говорю, почему? Потому что ты так вкусно готовишь, что это невозможно не есть. Вот. Красота. Уже следующая партия у меня готова. И смотрим, что же получилось у нас здесь. Так. Надо немножко помочь. Победит. Ой, прилип. Сейчас, ребята. Сейчас я вас спасу. Всё. Красота-то какая. Запах бы ещё эта красота передавала. Такие пирожки. Они вот. Слышите? Стучат. Запекание полное. А мы кладём уже следующую партию. Так. Раз. Раз. Поправим. Поправим. И. Опа. Красотень. Так. И остаётся эти пирожки поделить пополам. Вот так. Раз. Хорошо. Сразу же делю, получается, бутеры. Что в фольге. Это мне на обратный путь. Масушь, ты что так прям яростно-то? А что здесь, то это я утром поем. Сидите. Молодец, Масаша. И. Сейчас ещё хочу с кетчупом сделать. Тоже думаю, вкусно. Вращаемся. На исходную позицию. Так. Крысота. Это всё убираем. Так как сейчас оно печёное. А дальше оно уже начнёт гореть. И это здесь хорошо. Ну и аналогично делаем разрезики. И получится с утра я поем. И. Когда обратно. В общем, на первую электричку и на обратную электричку. И сделаем ещё одну партию. Получается, грубо говоря, раз бутерброд, два бутерброда и три. Три бутерброда и нормальный завтрак. У нас завтра электричка в пять утра, пять двадцать, изрезание будет. С утра я не очень люблю есть. Я даже во всех организациях, где работала, ела всегда на работе, завтракала. Потому что нормальный у меня завтрак начинается где-то в девять, в десять утра. Для меня не совсем приемлемо в четыре утра завтракать. Да и время тратить не хочется на это. И немножко кетчупа. Не обязательно везде. Так, на пикантности. И закрываем. Ну все, у нас ушел в охрану. Режим охранника еще не выключился. Услышал на улице собаки. Вот. Первый готов. А второй будет интересный очень. И настала очередь. Помидорок. Спасибо Танюшке большое. Она нас балует. Привезла нам такую красоту. Не режется. Так. Так. Вот так. И вот так. Помидор же это лучше, чем всякий кетчуп. Поэтому я решила добавить вот так. Какие они сладкие. О! А мы поехали обратно в печку. Это реально все делается очень быстро. Очень удобно. И легко. Почему я делаю с собой еду? Были случаи, когда и травились в Москве, некачественную пищу покупали, и невкусно, и негде. И бывает дорого очень. А здесь 100% результат. Ты всегда знаешь, что у тебя с собой есть еда. Чего ты? Требуешь еды? А, коврочек у меня тут. Это я стою, готовлю кушать. И на этом коврочке стою, делаю себе массаж. Получается ступней. Очень удобная ступка. У меня, конечно, немножко красноватая. Майлз, шерсть. Но она вот такая вот. Красноватая, даже на полу собаку я периодически мою. Ну, Майлз, тебе, конечно, все надо. И удобно очень. И говорят, что очень хорошо. А еще я хотела показать, у меня есть подписчица, и я тоже подписчица этой девушки из деревни. У меня тоже есть такие Мстители. Я же смотрю Марвел. И вот пришла пятерочка. Там такие дают. Счастья моему не было предела. Хоть мы с виду и взрослые, но бываем очень большими детьми. Дальше я, получается, сейчас мы бутерброды эти сделаем. Они подостынут. Я уберу их всех по пакетикам. Ваня не делаю. Ваня сказала, сам все будут делать. Следующий вот этап может пойдет. Водичку я собрала. И сейчас буду еще делать документы. Хочу прям каждый документ положить в файл и уже непосредственно смотреть в файлах. А то у меня получается лежит все в одном пакете и неудобно. Все уже, видите, готово. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, а то там очень много жидкости. Уже лучше. Видите, очень много хлеба, много начинки. Начинка вылезает. Вообще мы делаем специальную начинку для этих птергутов. Все это крошится, режется наподобие салатика, кладется в середине тостера и тут закрывается и получаются такие быстрые пирожки. Ну, так как у меня тостера нет, хлеб вот эти, тут тостер, он получается сделает два треугольничка. У меня обычный хлеб, поэтому я решила куском в этот раз сделать. Просто это удобнее вот. О, какие они хрустящие. Это все удобнее, потому что в той же электричке едешь, взяла салфеточку такой треугольничек и сидишь кушаешь. Ни колбаса никуда у тебя не летит. треугольничек в руках и вот кушаешь. Получается везде все у тебя закрыто. Удобно очень. И запиваешь. И не надо особо заморачиваться. Культурно, красиво и вкусно. И очень сытно получается. Ну все. сборы мои закончены. Не факт, что я все съем за один раз, но я буду знать, что у меня две кучки. Одна на начало, другая на конец. Бывает очень часто, что привожу все равно обратно. Как в тот раз, например, мы соблазнились и пошли попили кофейку. Ну где кофеёк, там и чизбургер, и чизбургер, там и картошечка. Я, конечно, не помню, была картошка, нет? Но чизбургер точно был кофе. Просто так я бы не стала пить. Я занимаюсь документами, как говорил, папочку все собираю. Пошел Иван, теперь его очередь готовить себе еду с собой. Ну, что делать будет, показывай. У меня, если у тебя бутерброды класса люкс, у меня бутерброды горячие классы эконом. Ой, я-то несчастный. Белый хлеб с плавленым сыром. Ну, я тебе предлагала что-нибудь купить в магазине, ты сказала, мне не надо, я вот это буду. Не надо, да. Опа. Мужской подход. Нет, подожди, убери, убери. Закрывай крышку, просто всегда я делаю, Иван не знает как. в розетку втыкай. Сначала должно нагреться. Вообще, сразу нельзя. Она будет не нагрета, и тогда будет нагреваться вместе с моими материнами, а потом делать цикл. Что делать? Цикл свой. Ну, вот. Я цикл в другом месте знаю. Нет. Цикл имеется в виду, что от начального этапа до готового уже пирожка. Ну, ждём, пока нагреется. Ну, то второе делать всё равно ждёт две ячейки. Мне даже интересно, что получится. Опа! Вот и вся работа. А я там мудрила. А там майонези, кетчуп, помидорку, петрушечку. Дай хоть собаке покушать пока. Всё равно ждём. Она всё равно не перегорит больше, чем надо. сидеть. Сидеть. Можно? Я это называю только быстро. мудрила. Масёж. Это я тоже буду. Масёж. Масёж. Ну да, я тоже это буду. Масёж. Ну ладно, не будем мешать. Давай. Ещё не нагрелась. Ай-яй-яй. Печаливо. Всё, Вань, погасла. А зелёная должна погаснуть. Да. Она погасла реально. Вот это, смотри, задевает. Это очень плохо. Ну я-то не знаю, ты мне сказал, прямо сделать. Прямо, а ты сделал не прямо. Я прямо сделал. Нет. Прямо. Вот теперь прямо. Так? Пойдёт. Закрывай. Да нет, вот так берёшь, ты закрываешь, она сама там сделится. Всё? А сколько по времени? А может погасла, всё вытаскивай. Нет, нормально, всё, не переживай, Вань. Всё будет хорошо. Ты паникуешь. Но цикл как мне обозначить? Увидишь. Сейчас узнаешь. Всё будет хорошо. Она тебе линкнет. Что будет? Будет. Всё будет. А что в оркестре? Что будет-то? Всё будет хорошо, Ванечка. Ты можешь сказать? Не могу сказать, не помню. Интуитивно всё понимаю. Всё. Интуитивно. Но загорелось. Вот. А потом погаснет, будем открывать. То открывать надо аккуратненько. Аккуратненько это как? Сейчас покажу. Всё. Посушился уже съел. Да. Ты скушался уже? Аж подвинул свою миску. Всё. Всё. Ура. Вот. Теперь смотри. Открываешь. Смотри, Вань. О. О. У тебя идеальные пирожки. Надо же? Всё нормально. Давай. Вон ты ловолочку бери. Да не давай ничего. Идеальные пирожки, говорит, давай. Открывай. Ага. Всё, вынимать? Вынимай. Почти не подтекли. Почти, да. Всё так? Да. Зашкорчил. Угу. Разрезай. Просто глажинку в холодильник нажимай. Вот этой рукой берёшь. Ты мне снимать не мешаешь. Да не надо вы ездить. Просто нажимай. Ну, в общем, такие получились. Всё закрыто. Немножечко вытекло. В общем, всё получилось. Всё красиво. А на этой радостной ноте мы будем с вами прощаться. Вань, прекрати, а. Ну, мне смешно. Чё смешного-то? Обхохочешься. Поперегнул. Всё, успокоился? Ну, не просто столбничком стоять. Да, столбничком. На этой радостной ноте мы будем с вами... На этой радостной ноте мы будем с вами прощаться. До новых видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...